Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1058. Второзаконие 25.17. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся Он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которые Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амаликой из Поднебесной. Не забудь. 1 Коринфян 10.6.11. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Я специально взял этот эпиграф. Не один день уже идет. Для тех, которые гоняются за моими ресурсами, узнают, кто друзья, и заваливают их мерзостями, вы будете изглажены из Поднебесной, потомки Амаликой. Есть кто достойный дает ответ, а другой начинает слушать. А вот он сказал. Ну и объявление. Умерла у нас сестра. Четверть ребятишек остались. Мы попросили сделать вот такое объявление. Тут, прямо в интернете, дескать, кто-то поможет. Ну и вот считайте, что тут есть. Тут все. Вчера пришлось много тут заниматься. Три больших ролика посмотреть. Занялся я кладбищами Троекурова, Новодевичья, Ваганьковская. Это очень полезное время провождения. Какие люди знатные. Внезапно закончилась жизнь. И почти нигде не говорится о том, что они живы где-то. И как они жили. Первая там, вторая жена. Теперь ничего не нужно. Вот он такой-то. И только участок взять там до двух миллионов. Ужасно просто. Какие цены. Ну и ставят там разные памятники. И ангелов рисуют. Это не рисуют, а прям как из мрамора. Ничего это покойнику не нужно. И в полный-то рост. И всякое-всякое. Я бы никогда там не побыл, если бы не было таких роликов. А так все посмотрел. И все время молишься, когда смотришь на это. Были люди. И никогда нету ничего. Даже если бы мирная жизнь была, то все это кончится быстро. Какие хоронили генералы от инфантерии, там еще писалось от Петра Первого. Ничего нету. Даже если было бы, какую роль это играет, когда душа ушла на отчет. Для нее наступила вечность. Она не может ни возвратиться, ни сказать. Дорогие памятники. В один день это может быть все разрушено. Но много я посмотрел и считаю это полезно. О своей смерти задумываешься. А какие события дня? Ну, нужно семикратно в день молиться. Это первое. Вчера у нас занятия были. Виктор Николаевич во Франции ведет. Закончил Евангелие от Матфея. И сейчас пошли материалы противосектантские. Как нам уметь ответить еретикам, сектантам, когда они нападают? Первое – это о церкви. О церкви вопрос. Это медленное продвижение, потому что территория оккупирована. Доты, эзоты. Вот как в военное время, так и здесь тоже. Какие-то у них места есть. Они на них ссылаются. Их надо просто отвечать, разъяснить, показать. Это можно найти на наших каналах. Где, когда, кто. Дайте знать, что вам хочется знать через скайп. Вам дадут. У нас начинается по Москве в два часа. Это среда, пятница, воскресенье. А у Виктора Николаевича во Франции в четыре часа. В четверг и воскресенье. Вот так. Как там они там принимают, как-то, ну, можно будет. Очень полезное занятие. И ум настраивает на бодрствование. Ну, вчерашний день это было. Мы к этой теме подбирались. Сколько теперь я им разослал. Это из моих книг. Второй том «Открытым оком». А потом будет с какими людьми, как беседовать. Четвертый том «Открытым оком». Ну, и как образовать общины. Вот это третий том «Открытым оком». Практически, конкретно. Вот при желании человек может узнать. Сегодня вот записали ролик. Ролик. Я просто открою. Вот. Посмотрите. Просчитайте. Я уже считал. Просто вам дать знать. Это о Калине не Александре, которого освободили. Он год просидел. Из-за кинофильма «Матильда». Сжигать кинотеатры. Призывы к насилию были. Я объяснил всю эту ситуацию. Что это означает? Это означает то, что человек спровоцировал других на плохое. Не желал вести жизнь безмятежной. Все у него обман, ложь. И открылось у него убийство. Женщина. Она знакомая ему была через мать. Никому не открывала. А тут открыла ему. А тут убийцы стояли рядом. И он участник. И везде молчал. Пытался учить, что с ним случилось что-то. Вот. Просчитайте. Может, тормознуть и посмотреть. Вот местами писание прочитать надо. Я сегодня ролик составили. Зашел из Красноярска Юрий Соболев. И вот мы побеседовали. Как убили соседку. Вот они. Это зря новость. Это не просто так. Там много времени отняло у меня. Занимался. Выписывал. Находил. Просто считайте. Там бороду отпустил. Тут все время какая-то щетина была. Но бороду отпустил. А вышел. Все сбрил. То есть у него веры-то никакой нету. Провокатор. Людей подбил на это дело. И куда годится. Мятеж прямо. Угроза. Да какой же это христианство. Фальш одна. Святая Русь. Никакого государства нет. Ни Святой Руси нет. Все обман. Теги. Лидер. Святая Русь. Вот. Просчитайте. Кинодрама Матильда. Вот такая у него щетина была. Побольше. Газета «Московский комсомолец» приоткрыла тайну. Прошла в городе Норильске. Вот так. Изготовил большевые документы. Вот здесь особенно. Вот такой он был раньше показывать. И первый раз меня с ним свели. Начал с ним беседовать. Он говорит, что воскресал. Что-то было. Я говорю, ты обманщик. Ничего у тебя не было. И особенно вот здесь глаза. Посмотрите. Молиться надо. Все скрывал от всех, что убийство. Убийство. Он хуже тех убийц. Они не могли проникнуть в квартиру-то. А он-то знакомый постучал. Вот так. Был судим за разбой и убийство. Незнакомцам женщина не открывала двери. Ну и на пороге Александра Калинина. Пустила убийц в квартиру. Злоумышленники ограбили женщину, а потом задушили, чтобы не оставлять свидетелей. Деньги поделили на троих. Ему 19 лет было. Религиозная лидература. Он Бога не знает. Христа не знает совсем. Обманщик. У сектантов выступал везде. Вот он воскрес, ему вопросы задают. И он все расширял и расширял. Поле вранья высеивал. Когда исполнил 27 лет, вот встретила женщину. Рисованием. И тут все дальше. У него везде с нам верят. Икона замиротащила. Вот эту мистику везде. И все придумывают и придумывают. Жизнь без труда. Работать нигде не пойдет на ломовую работу. Мне это все равно. Но главное, что люди-то понимают. И встретился он. Отец Аким был у одного человека. И говорит, следы ведут в Потеряевку. Вот этого убийцы. А он никакого отношения нет. В него вселился дьявол. Сам про себя говорит он. И власти выпустили его. То есть он нужен спровоцировать. Вот это узнать, кто недоволен власти. Это все объяснял. Я занимался и другими вопросами. И это увидел. Вот он где. Пожалуйста. Поджигать. Вот так. Видишь как? В 17-м году Калинин был арестован. Калинин указал, что ему Господь дал миссию ретранслировать позицию общества. Мошенник. Мошенник, обманщик. Каиного племя. Убийца. Вот это все отняло время. Я много занимался, смотрел. Мне открытку прислали из города Пензы, когда я жил в Искитиме. Работал на реконструкции города. Это далеко от города. Километра три, наверное. Город-то остается, говорит, на своем месте. А это как к нему дополнительно строить-то. И прислали открытку. На ней изображен стол. Тут скамейка. И ребятишки на столе ежика держат. С ним играют или рассматривают. Дальше видны корпуса. Видны городские окраины где-то. И меня попросили написать стихотворение. Но нету стихотворения. Еще ежик, да и ежик. И вот однажды они с реконструкцией города, наша бригада едет на машине, а я один через лесок, тут березовые колки, поднимаюсь пешком, иду. И вдруг у меня высветило, что то-то надо написать было. А бумаги нет. И гляжу, бумага летит. Ну, это все рассказывать, как сказки. А какая бумага летит? Какого цвета? Коричневая. Светло-коричневая. Это мешок из-под цемента. Его дуло где-то, подняло, там бросило и прям ко мне. Ну, а снаружи и внутри, и она многослойная бумага. А средняя, это посередки-то эти, которые округ делали, еще состоит мешок-то. Они хорошие. Я прям тут же написал стихотворение. Ну, попросили узнать, где, что там про ежика-то. А вот нашел я. По сопкам лес дымит. Ночлежные стоянки лесорубов. Дорогу вглубь тайге им динамит пробил через утесы силой грубой. Тоннельный свод и насыпь позади. Ряды столбов, подобные к крестам. И взрослые, без детской простоты, дивятся на стальную магистраль. Что в ней, чему удивиться? Изделия рук людей пигмейски просто. А муж ученый обнаружил в листьях невероятные сложности устройства. Гляжу картину жизни. Как она проста. У городских детей таежный еж. Щит дальше дом, заводов корпуса. Ты, взрослый, в чем здесь красоту найдешь? В глазах детей сокрыта простота. Им видно то, в чем суть всей красоты. И не случайно им причистый лих Христа в прообраз дал, как нам себя вести. Во всем творении Божьем мудрость светит. Чтоб в Боге нам ходить, во мраке не лежать. И небо красоту узреть, как эти дети узрели красоту таежного ежа. По сопкам дым, каракулям волнистым, рождает миражи, обманчивые виды. Дым создал человек, мир на него девица, не видя красоты, как океан разлитый. 21 июля 1965 года. Вот этот день у меня так удивительно было. И вот так и написалось. Хорошо. Ну, все на этом сегодня у меня.